Воды нет, но вы держитесь. Чрезвычайная ситуация сложилась для жителей поселка 18-й портсиест Омского района. В декабре у них произошло два пожара. В одном из них погибла пенсионерка, в другом сгорел ФАП. Пожарные приехали быстро, но потушить не успели, не хватило воды. Набирать ее пришлось ехать в другой населенный пункт. Почему так получилось, расскажем в нашем сюжете. Это кадры с первого пожара в деревне 18-й портсиест, который произошел 4 декабря прошлого года. Возгорание случилось ранним утром. Жители вызвали пожарных, из ближайшей деревни приехала машина, но с одним водителем. Местный житель Андрей Гервальд вспоминает, что вода кончилась достаточно быстро, а вот набрать ее в деревне оказалось негде. Нет ни котлована, ни специального резервуара. Вода кончается, надо где-то набирать, у нас нету. Она уезжает и опять дом стоит. Пока это все заливали, вроде чуть-чуть утихает, да? Когда уезжает, все опять восстановляется. И вот такая вот неразбериха. В итоге машины всю ночь так и ездили заправляться в другие деревни. Дом сгорел практически дотла. Погибла 70-летняя хозяйка. Жители начали бить тревогу. Но спустя три недели, 23 декабря, в деревне случился еще один пожар. Загорелось здание ФАПа. Яна Чегиринская – фельдшер в 18-м партсезде. Вместе с семьей она жила через стенку с ФАПом. Возгорание возникло вечером. Все были дома и успели выбежать. Но спасти вещи не удалось. У меня четверо детей. Сказали, давайте быстро одевайтесь, выходите. Они добежали до соседей. Они первые пришли на помощь. И мы, по возможности, в течение пяти минут, то, что смогли, вынесли. Потом потух свет. Все. К зданию невозможно было подойти. Только стоило смотреть, как все это горит, колыхает. В тот день ситуация с пожарными машинами повторилась. Вода закончилась, а заправляться пришлось ехать за несколько километров в соседней деревне. Время шло, огонь по стройку не щадил. Без хлопа мы остались. Это вообще сейчас ужасно. У нас у всех здесь очень много маленьких детей, которые действительно и помощь нужна, и старики, которым действительно нужно. А фапа у нас сейчас вообще нет. То есть нам, если что-то, надо обращаться в город. Жителям, конечно, очень страшно. Даже вот будучи я, у меня тоже шестеро детей. Это очень страшно, когда вот такое происходит. Каждый боится за свою семью, за свой дом. Это неизвестно, с кем это может произойти. Если вот так вот произойдет, это ждать. Это сколько нужно будет ждать. Да пока ты дождешься, все сгорит у тебя. Староста деревни Валерий Порвин рассказывает, что проблема давняя. Неоднократно обращались и главе Андреевского поселения, под чьей ответственностью находится 18-й портест, и в различной инстанции за помощью. Но результата нет. Чиновники равнодушно относятся к проблеме жителей. Администрация даже не соизволила никто приехать, посочувствовать, какие-то действия провести, какую-то емкость поставить. Мне, как старости из деревни, звонят с ЕДС Омского района. У вас емкость есть какая-нибудь с водой или еще что-нибудь? Да это куда уже годно. Куда уже годно. Сколько можно обращаться? В полномочиях органа местного самоуправления не входит сочувствие. Но в полномочия входит обеспечение первичных мер пожарной безопасности. В 2014 году было предписание пожарной инспекции, и в том числе и по нашей деревне, чтобы у нас был какой-то водоем, емкость для обеспечения как раз в этом вопросе. До сих пор это предписание не выполнено. Никому ничего не надо. Хотя деньги есть, емкость купили. Деньги на производство работ, выделенные из бюджета Омского муниципального района. Но останавливаться местные жители не намерены. Теперь они обратятся к депутатам Законодательного собрания и Государственной думы от КПРФ. Сейчас, похоже, в пожарной безопасности 18-го портсъезда заинтересованы пока только сами сельчане. Максим Кабаненко, Григорий Бадянов, Обком ТВ.